Девушки отдыхают 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 Как обычно, нужно бросить монетку. Это же легендарный Зильбершпигель. Жаль, что нет времени посмотреть, как он меняет цвет. Звучит монетку. Ух ты, от этого перевала... Интересно, что внутри шатра? Звучит монетку. Звучит монетку. Звучит монетку. Уход за лагерем должно быть сложная работа. Хотя Лени сильная, надеюсь, у нее есть помощники. Это пианино, на котором играла Дана, когда встретила Леона в тот вечер, о котором говорила Лени. Звучит монетку. Звучит монетку. Звучит монетку. Напоминает автоматона Ганса из Володилены. А, видать, я не один тут застрял. Присаживайтесь. Вместе пануем о том, что мы здесь застряли. Спасибо, но у меня есть дела. Надеюсь, вы задержитесь хотя бы до вечера. В Лондоне смена караула, а здесь смена цветов. Обещаю, это того стоит. Вы англичанка? Американка, вообще-то. Ну, и далеко же вы забрались. Но всегда приятнее застрять в хорошей компании. Я сам из Бельгии. Участвую в альпинистском турне. Застрять? А вы не знаете? Власти перекрыли Тофельскраген. Дорогу, что называют Перевал Дьявола. Так вот из-за чего вся эта суета. Изменение климата. Вы про потепление, да? Из-за него Перевал слишком опасен. К тому же там наткнулись на ужасную находку. Да? Тела бойцов Сопротивления. Погибших, когда они вели беженцев в Швейцарию. Замороженные. Бойцы Сопротивления? Замороженные со времен Второй мировой? Так пишут в газетах. Поэтому там шатер? Это временная часовня, которую установили спасатели, пока ждали вертолеты для вывоза тел. Ясно. Полагаю, мы обязаны уважать память погибших. Даже после стольких лет. Надеюсь только, что эти внезапные раскопки положат конец слухам о том странном существе, обитающем на Зильбершпигеле. Иначе, будьте уверены, как только старушка откинет копыта, из-за проклятых туристов здесь будет не продохнуть. А что насчет замороженных тел, которые обнаружили у подножия перевала? Похоже, из-за изменения климата снеговая линия отступила, обнажив тела, заточенные во льду со времен Второй мировой войны. Скорее всего, это были бойцы сопротивления и беженцы, пытавшиеся спастись от фашистских оккупантов Швейцарии. Полагаю, бедняги попали под лавину. Их останки лежали в снегах перевала все эти годы. Поэтому власти перекрыли доступ к перевалу, чтобы вывести тела, опознать их и должным образом похоронить. Понятно. Я видела шатер у подножия перевала через подзорную трубу. Подумать не могла, что он укрывает такую жуткую находку. Я уже сталкивалась с фантастической фауной лично. А что вы думаете о так называемом странном существе, живущем в горах? Еще одна сказка для туристов. Вот что я вам скажу. Поговаривают, оно живет в древних пещерах, и что оно ответственно за пропажу людей. Ходят слухи, что крики, которые иногда слышны по ночам, издает именно это существо. В общем, обыкновенные слухи, которыми обычно обрастают глухие и малоизвестные места вроде высоких гор и глубоких морей. Басни, передающиеся из поколения в поколение, ввиду чистого невежества. Да, я прочитала заметку о том, что кричать могут животные, которые здесь обитают. Могут же? Я считаю точно так же. Наверняка медведь, у которого что-то застряло в горле. Может быть, он как-то вечером испугал одинокого туриста. А может быть, это были малолетние шутники. Можете рассказать о перевале Дьявола? О, если смотреть с террасы, то он по ту сторону Ледникового цирка. Как вы догадались, он зовется перевалом Дьявола, потому что очень опасен. Прежде всего, из-за риска схода лавин. Только опытные альпинисты могут его преодолеть. Мне, как профессиональному альпинисту, особенно важен тот факт, что я иду по следам отважных покорителей вершин прошлого. В этом есть настоящий дух истории. Во время войны, например, бойцы сопротивления этой дорогой переправляли в Агеран и других жертв коричневых теней в Швейцарию. Верно. Теперь все понятно. Что? Мне пора бы вернуться к делам. Не за что, Фройлен. Фройлен Ле не насмерть замерзнет, если останется на улице. Механическая печь. Видавшие лучшие времена. Хм. Тоже напоминает изобретение Форальберга. Отец Лени сделал этот подъемник, чтобы помочь ей пользоваться лестницей. Это потребовало много времени. Так трогательно. Хм. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Старая... Книга. Волшебная гора Томаса Мана. Забавно. Бабушка и дедушка оставили мне такую перед смертью, когда я была совсем маленькой. Когда-нибудь её прочитаю. Наверное, это комната Ленни. Не уверена, что мне сюда можно. Впечатляет. Это помогает Ленни передвигаться. И от умышленных грехов удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Мила. 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 Скромно. Похоже на кладовку. Холодец. Снова сигарные окурки. Вот так. Но кто оставил его открытым? Эту картину Дана посоветовала купить отцу Ленни. Неплохо. И по стилю похоже на мой рисунок. Интересно, как выглядели остальные? Вот . Да. Voilà. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...